Любой предмет, который в космосе может быть хорошее зависит от нашего настроения. Даже нож, но может быть хорошие вещи на кухне, на руках преступника опасные вещи. Это зависит от умонастроения. И это говорит, что человек, который имеет настроение скупца, он не может использовать все свои ресурсы, богатства, возможности. Современная психология подтверждает, что где-то 8-90% возможностей человека человек не использует в виде жизни, не знает о его пути. И мы сегодня рассматриваем уже второй день схему чакровидия о наших возможностях, о наших энергиях, о наших сознаниях. Сейчас мы обладаем внутри таким богатством, чтобы нашу решимость усилить, бесспрашиваемости на его пути, вызвал уверенность определенных знаний, даст нам определенную веру, твердость решения. Делать такие шаги. И, согласно чакре, существует серия психофизических центров, чакры, по которым циркулируют жизненные силы и кундали, кундали, йога, занимаются этим. Кстати, сразу говорю, что кундали йогой сейчас не рекомендовано заниматься всерьез. Это опасный процесс, достаточно опасный процесс, открытый чакр в этом центре. Потому что трудноуправляемый. Тут нужно очень и очень серьезное руководство и очень большие способности для этого иметь. Я думаю, нам сейчас не нужно об этом говорить, потому что лично я потерял двух друзей. Просто ушли в другую реальность, больше не вернулись оттуда. Поэтому баловаться с чакрами не нужно. Мы говорим о их естественном ходе развития, как это предписано в жизни уже год за годом, мы будем проживать эти состояния постепенно, естественно, врастая из одного состояния в другое состояние, переходя в трансфорный орган государственного. Естественный рост. И наша задача не препятствовать этому росту. Последить, как это происходит, какая-то конечная цель, с чего начинается, и чтобы устранить законодательства для нашего естественного, развития человеческого. И как говорится в древней книге, что человек, он предназначен для самоосознания, для аскез, для самоосознания. Это его как бы тхарма, его природа. В этом он счастлив. Он уже трудится тяжело в этом смысле, но всегда будет чувствовать, что он удовлетворен и счастлив, если он раскрывает свои внутренние возможности. любовь, дружба, отношения, счастье. Вот его интересуют такие понятия. Вероятно, он жизнью жертвует фактически человеку. Вот возрождение вещей, это жертва. Его жизнь жертва при отношениях. Мы прожили с вами вчера 21 год. Очень быстро. Ну, мы уже помним, мы просто вспомнили, как это было. Нам здесь практически всем больше, чем 21 год. Поэтому у нас уже есть опыт жизни какой-то. Мы опираемся на него, вспоминаем, как это было, как мы росли, в каких условиях, что, в чем нас понимали, в чем нас не понимали, как мы менялись в свое представление о жизни, как мы ссорились, как мы дружили, как влюблялись, как это все в жизни меняется таким образом. И, вспоминая нашу прожитую жизнь, мы хотим вернуть какие-то ценности удачные или получить что-то особое в жизни. Мы надеемся на это. Поэтому мы с вами все здесь, на этой фестивале, мы хотим что-то особое в жизни получить. У нас большие амбиции для этого. Если вы видите, о духовной жизни, это самые большие амбиции. Вот, пропады, которые сейчас видели на экране, мы говорим об этом, что мы самые амбициозные люди. Мы собираемся лететь без космических кораблей в духовный мир. Они вот только просто на луну хотят полететь, без космических кораблей, так амбициозные люди. А мы без космических кораблей сразу придем в Вселенную, вот куда мы настроены. Это написано в шахте, что если мы хотим быть на самом деле счастливыми и туристично, мы должны ставить сверхцели. Невозможные вещи ставить в своей жизни целью. Невозможные вещи. Как сказали, иди туда, не знаешь, куда, или то, не знаю, что вот это наше, вот это мыло. Или, как говорят, в галлицее это называется охота на носорога. Если вы идете охотиться на носорога, все, все восхитят за вами. Просто за то, что вы собрались с таким вот. Потому что это невозможно убить носорога практически. Это крайне опасное предприятие. Носорог, он метр, значит, два, вверх, если не больше бывает. И дают идти метр в длину. Вот это такая машина. Потом на танку, вот это броненосец, знаете, у пуля не пробивает. И нужно вызвать его на бой, как-то, ну, просто, на палец показать, вот так, покрутить, и он уже на вас принесет. Ну, глубочек. Он раздеряется быстро. У него рог впереди, и реакция сумасшедшего, в этом деле. Ну, в секунду он встанет, на этот рог, и все. Вот, вы должны показать, вот этот палец, и когда вот он на вас бежит, вот, вот он нацелится в этой лене, и попасть между этими панцирами. Быстро, и убит его. Промахнетесь вы, через две секунды будете уже на рогах. И поэтому, если вы идея, и только вы за носорога, вы уже герой. Представьте, вы убили носорога. Какой вы герой? Вы вообще герой, который свет не был. Если вы не убили носорога, ну, вы хотя бы пытались, и вы же герой. В любом случае, про огрешение отвезти. Даже попытка такая уже, так вот она нацелится. То, что мы сейчас это описываем, это охота на носорога. Вы всегда будете герой. В любом результате. Жены будут, так сказать, прожито не зря, вы всегда будете чувствовать, что не зря прошло свое, хотя бы 49 лет. Или там сколько их еще. При этом, конечно же, это обычная дорога, обычные течения дел. Как бы, так, мы не превышаем скорость, где-то 80 километров в час, можно двигаться в какой-то красе. Но есть также секреты, о которых мы скажем. Как можно выйти на полосу обгона, если это кому-то необходимо сейчас. Скажем, срок жизни маленький, скажем, вы здоровье уже шалит, скажем, у меня какие-то обстоятельства, мне нужно быстро. Есть эти способы, полоса обгона называется, ускорить этот процесс развития. Но, но, тут нужно мужество. Есть одна история об одном мудреце из Махакарады. У него была проблема до очень-очень возвышенных качеств развилась у него. Брамагин. Вы знаете, чем больше качество девушки, тем сложнее на те жениха, что он должен превосходить его по качеству. Но у него были очень высокие качества, равных не было среди мужчин даже. И у этого отца были такие проблемы, как же выходит замужем. Это добрый отца. И он говорит, что он не может исполнить такой добрый, говорит, ну как же, Бог же, скаю эту вселенную, Бог же это высший разум, должен быть этот партнер. Кто-то должен быть или ее сослуженный где-то должен быть. И он молится, и видишь, что еще послал ему на руку свой транспорт. Птица-то рука есть такая, это царь птиц считается. Он питается слонами, крокодилами, змеями гигантскими, это гигантская птица, вселенская птица, он может менять размеры, то есть тут как тысячи коронных золотых людей на руку да, носитель и штук. И никому добился перед ним, и говорит, садись, пойдем искать, на других планетах нас здесь нет. Я тебе покажу весь мир достойных. Вот я сел на крылья, на руке да и успел. Это вот взмахнул крылом, ну как он ничего не у нас. Вот если вы как крыльями эти взмахов планеты притягиваются с арбит, представьте себе такая скорость космическая, сумасшедшую, он говорит, нет, я никуда не поеду, назад. Даже тут мудренство, который знал, населедческие законы, безстрашный человек, он сказал, мир, я не могу такую скорость выносить, что ты, полоса бур мне не подходит, я нормально жить. Он говорит, ну, поди, ты немного, еще немного осталось, не беспокойся, целся сранности будешь. И вот они искали, там жениха нашли его. Внутри, эта же история продолжается. То есть так и действуется, что иногда мы не уносим какие-то, знаете, экстремальные обстоятельства, если нужно быстро принимать решение, вдруг найти, достать какие-то резервы для себя, им кажется, я неспособен, я интересуюсь от страха жизни, что мне делать вообще? Я в дубике. Кризисовая, финансовая или личностная кризиса, у каждого человека, вот мы всем кризису проживем серьезно, чем дальше, тем лучше. И многие люди боятся этих следующих, как бы, кризисов страха, вот этой колонки, боятся, как бы ее избежать вообще. Где-то застревают на первых двух вариантах, дальше не хотят идти, превращаясь в купцов, не пользуются богатством, страшно, трудно сделать шаг туда, не могут, не может войти, человек в свете. Вы потом будете идти, если по колонкам страха, по колонкам чувств, по диагоналии, вот так, всякому, вы будете удивительную картину жизни, писать что-нибудь уже. Итак, 20-й год, это значит, что мы прожили с вами три эти горизонтальные колонки, начиная от страха рождения, страх рождения, и до одухотворения своей семейной жизни. Здесь было одухотворение семьи. Что у семьи? У семьи тоже есть какой-то духовный смысл, заместный, как я решила, если существует, в вашем смысл, это 20-й год, чтобы он уже понимает по идее, если получает правильное воспитание, образование. При этом у него никаких комплексов нет относительно сексуальной энергии, скажем, или делает каш, или стоит природу, он не стесняется своей природы, не боится ее. Но ему не влияют такие вещи, как престиж в обществе. Я, когда мы учили в советское время, я узнал одну интересную вещь. страна тогда выпускала различных специалистов, которые были необходимы, например, были инженера, или в другое время была необходимость в докторах по шоколечественной стадии. И как это происходило? Советский Союз. Делали определенную, как бы, в протеже рекламу для студентов, скажем, политехнический институт, чтобы стать инженером, были льготы. Повышенная стипендия, хорошие условия в большей жизни или хорошая зарплата, вещая нас. И мы не потоком шли туда на эти выгоды, чтобы стать инженером. Что выгодно. И точно так же было с врачами в области медицины в такие же вещи, шаги предпринимательства, где было необходимо это делать. И затем какой конец не результат. И результат был таким, что страна получила огромное количество некварифицированных врачей. Потому что люди пришли задыбывать туда, а не соответствует своей природы. Вот как это происходит. Престиж. Выгода. Если человек стесняется своей природы, никто не хочет быть дворником, он стесняется в таком-то кругу людей, да это не престижно. Знаете, эти люди, люди интеллигенты даже не замечают на улице. Если вот спросите кого-то, кто-то на улице там есть? Он выглядит, он дворник будет, никого нет. Никого нет вообще. Дворник там, никого нет. Просто не заметит этого человека. И то есть в обществе где нет духовного знания, вот эти вещи престижные, не очень могущественные. Это наше сознание. Мы подражаем кому-то, мы хотим стать богатым. Роскошь какая-то сейчас западная прививается в хостиль жизни. Для каждого человека в этом нет никакой не говорилось. Каждый будет самим, с собой. Безусловно. Кто-то должен быть в роскоши, но если у него есть высшоткие обязанности. Например, рабочий петух станка. Целый день шум там, на ногах тяжело обработанной станке. А директор этого предприятия в комбинике с кондиционером сидит. Помните, люди завидовали на эти вещи. А почему так? А потому, что директор более высоких обязанностей, он получает более комфортабельную условию. Поэтому, если мы с вами интеллигентные люди, образовываем, на любви состоятельные люди, мы получаем какие-то дополнительные обязанности, служение. Тогда это оправданно, что вы живете. роскоши, хорошо одеваетесь и прочее, прочее, прочее. Если это никаких дополнительных обязанностей не накладывает на вас, это все прикромно. Это просто престиж. Это пустое. Это ложная горлость. Ложное состояние. Итак, чем выше интеллект и положение человека, тем выше служение накладывается в него обязанности. Больше спрашивает за себя, больше ответственности. И здесь тоже самое. Страх это рождение или смерть. То есть если вам тот угод на тот свет, страх появляется сильный. Если мы принылили все в этой голове на всю жизнь, мы смерти не будем бояться. Как быть со страхом? И также страх, когда из кого свет приходит рождение. То же самое. Все окончается страхом и начинается со страха. Вот этот мир оборужен страхом с двух сторон. Именно поэтому мы не можем понять, что за пределы этого страха. Когда Браама в твоей вселенной пытался понять, откуда он взялся откуда вся эта вселенная, он появился в свет его лотос столицу по Вишну. Он лотос увидел. Но поскольку не было духовного зрения, он не увидел источника. Он посмотрел вниз, увидел стель любой вниз. Ну я пойду посмотрю туда. «Виде» послал спас на дно вселенной эту грамму. Чтобы понять, откуда этот лотос. Но там нашел границу, за которой ждет смерть, и не мог быть введа. Вернулся обратно ни с чем. То есть у нас есть пределы рождения и смерти. В этой пролежутке мы что-то подняемся понять. За пределами страх нам не даст пройдет туда. Это самая сильная завеса. Так как йоги живущие. В Ямалае вы к ним не приблизитесь. Там завеса страха. Вы не пройдете ее. Если вы не знаете как с этим быть. Другой йог может пройти. Бесстрашный человек знает как это делать. Но у вас сразу сердце будет. Вы не приблизитесь туда себя не захочет. Это завеса страха. Психическая интереса. Ученые сейчас пытаются разглядать все вещи, чтобы создать психическое хорошее уже приближается. Чакры есть такие микро волны повлияют чакры побуждают и человек в сумок сходит. Вот что они хотят. Не чтобы духовность проводить и нечего запугать его. Злук употребляет вещами. Поэтому эта наука говорит людям «Во пролеты иначе можете зло употреблять». Демоны тоже владеют этим знанием. Но как они будут вас контролировать? Если вы не обрели духовное знание, вы обязательно попадете под влияние какого-то страха, каких-то проблем, вы не сможете жить свободно. Вот этот престиж, вот эти вещи все будет премьерно. Итак, я в красный перечит страх, затем чувство. Чувство пробуждается. Когда пробуждается чувство, страх немножко успокаивается. Затем определенная уверенность появляется и деловые отношения. Ребенок начинает следовать вокруг три года. В четыре года гармонии он начинает приносить счастье своим поведением, речью, настроением, радость привносит. Он начинает радоваться жизни, гармонии. Затем у него появляются философские вопросы. Философ появляется у него, чатра открывается, он будет задавать вопросы причинно-средственные связи. Что откуда, где изначально, откуда я и так далее. я знаю, причина, причина, вся причина. Философ. Затем он будет применять некоторые знания на практике мудрости. Мудрость. Тут он может раскладывать какие-то слова, слоги, понимать значение слов, писать, читать, осмысливать. Можно научить его раньше читать, писать, но не имеет большого смысла. Это лишь будет просто тренировка, внешняя тренировка, как медведи, учат тоже слова, выкладывают какие-то но они не понимают, что током делают. Также дети, когда читают не вовремя, они не осмыслили прочитанное, не очень полезно. Я раз говорил с одной детьми про школу и спросил, как ваши дети, они приучены читать книги? Говорят, да, мы приучаем читать книги. Да, читают все, не требуем. Вот я недавно их стал спрашивать значение разных слов, они не знают, они просто не читают, нет смысла. Читать значит осмыслить, просто прочитать буквы, это не чьи. Вот сейчас чьи, как бы, трудна научная литература, это много терминов, очень сложных, это нужно специальную подготовку, чтобы читать такую литературу. Вот это сложность. И когда вы слушаете такие лекции или читаете такие трактаты из очень сложной триминологии созданных учеными, вы думаете, боже мой, ничего не понятно, как вы видите ученые. Вот так вы думаете, это задолжение. Если перейти на обычную триминологию, там очень все просто. Все просто. Нужно понимать все необходимость, это нужно усложнять триминологию, создавать эту пребезу престижа, новые слова какие-то неизвестные используют. Вообще обеда говорится, что если вы используете слова вы не имеете права поступать с людьми. Это унижение, нельзя возвышаться как люди. Нужно доступно пока не будет усвоено, потом вытекает шаг уважение отношения, передача знаний. Мудрецы, в конце концов, здесь духовность. Духовность это свобода страха, так скажем. Это вера. Это вера, что это возвышенное, необъяснимое. Эта вера, энергия вера, она живу, живое существо, душу с Богом. Это стремление вверх, куда, инстинкт. Как вот, если вы нырнете на 100 метров в глубину, там будет темно. Вы уже там не сориентируйтесь по-разному, сверху, потому что кругом будет тема, вы не видите поверхностей воды. Но инстинкт сохраняется, человек тем не менее правильно понимает, это верденец, это инстинкт называется. Все равно плывет наверх, когда плывет, вниз не поклывет. Хотя там в теме вы не можете сориентироваться кастом, инстинкт остается, это Жак и в кустом подметил, когда он даялся в океанах, заведет, что всегда плывет, идет точно наверх. Даже на очень больших глубинах не теряет предыдущих. И подобно этому чем бы мы не занимались, наша вера тянет нас вот это дальше, 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 шагом седьмая чага будет работать так. Если она заблокирована, представьте, что не было идей, то есть если вы теряете веру, это конец вашей жизни, вообще жизненной силы. Нет ее применения, нет ее смысла, жизнь обесценивается, человек убить как муху становится, все, только деньги, в конце концов убийство души, одмаха, самоубийство не заканчивается. Потеря веры полная означает, что человек воспитывается страхом на этом периоде жизни. Страхом дисциплины, страхом наказания взрослые всегда доверяют или наказывают, он боится, потому что еще разум недостаточно развитый, при помощи страха воспитывается первая фаза жизни седьмой. Здесь уже начинаются чувства, страх, страх нового чувства, простите, страх нового чувства, страх чувств, пробуждающих чувств. Это область обид и вожделения. Это подростки от 8 до 14 лет, они обидчивы, и они склонны вожделяться, влюбляться, искать этих отношений с юношими девушками, играть, забавляться, просто так вот, знаете, наслаждаться этими отношениями. Это возраст вожделения и обид вожделения. Возраст сегодня очень обидчивы и поддаются вожделению веков. Здесь нужно строгое воспитание. Строго воспитания это принципы морали, дружбы. Помните, здесь складываются, чтобы контролировать вожделение. Принципы дружбы, морали, ответственности, понимания семейной жизни уже вкладываются более-менее осмысленные. То есть главное мораль, дружба и любви. Верности и обожделения. 16 лет у них чистое чувство, пронящее из-за этого разделения, оно, в результате, существует численное. Он уже не стесняется этих вещей, потому что знает, как это все чисто. В итоге числил цель чистой отношения. То есть разделение здесь в себя долго двигаться должно обязательно. Когда вступает в эту область деловых отношений, то опыта еще никакого долга нет. Он будет экспериментировать как бы разрушать ошибки много совершать в этом возрасте. Начиная с 15 до 22 года, это время ошибок и активного изучения мира на опыте. Когда видишь, что ученые курят землю, взрывают что-то, расщепляют что-то, развязывают, исследуют, это все разрушение. Но это разум, разум познания отношений. Что же это такое? Конечно, что это все означает? Ребенок в 3 года начинает все ломать. Это возраст понимать, разбираться в чем это. Вот так нужно пройти этому человеку. Это возраст самоуверенности. Начинается с 15 лет, но это самоуверенность. Вы должны знать, что в однозначно дети такие, подростки самоуверенные, им нужно дать возможность попробовать себя, свое мнение, свое решение необходимо. Тут конфликт возникает между старшими и подростками, потому что старший видит, «Ну, глупость». «Ну, не сработает». «Ну, мы же опыт имеем уже все, ну, надо запретить, а вот не надо запрещать, нужно дать возможность запретить тоже подопыт. И далее, значит, это около страха. Страх, здесь страх любви, страх любви, как ответственности. Ответственности за свою самостоятельность. Человек боится самостоятельной жизни не готов еще поэтому он уже может улюбляться, он еще боится начать жизнь самостоятельной. И 22 года страх тоже. Страх жить вместе всю жизнь. Страх жить вместе всю жизнь. Такая неуверенность появляется. Сможем ли мы всю жизнь прожить вместе с одним человеком? Психологи говорят, это самое сложное сочетание два человека. Когда космонавтов формируют группу из двух человек, это самая сложная комбинация психологи знают, самая неуживчивая комбинация из двух человек. И там строгие есть инструкции, строжайшие инструкции, как себя вести, как себя как себя вести, потому что два без третьего. С третьего уже легче будет, четвертый там уже как-то все по-другому. Но два человека это самая невообразимая сложная комбинация. Когда они теле Армстерд и его партнеров на Луну, космонавты не были на Луне все это они не могли быть на Луне, но парень какой-то был. Я эту историю услышал в 1984 году из Академии Новых СССР у меня работал мой друг, гордил общей как-то. Студенты еще были в таком он там работал и он там информацию уже как-то не секрет дупринцы там дуприксера йога сейчас не ученые когда академики дуприксеру открыли полей дуприксеру объемную замкнутую среду как тело человека и объяснили йогу в том что четвертое измерение здесь и вы видите из этого измерения все необходимое внешнее не одновременное объяснение дуприксере и так же настала встречи по поводу полетов на Луну снежный человек также обсуждался и все стороны много обсуждало и он тогда еще сказал что новые не были американцы недавно обсуждалось там они не были на гонях он рассказал подробно как все это было он слышал там немножко это не расскажу а он все какие-то информации пишет только для благости для благости не предлечебок конечно да они верили на орбиту у них было двое на орбиту земли и они ждали несколько витков по-новому успели ждали команды когда нужно было ждать кнопку пуск с этой орбиты уже на Луну отправиться если страницы может вы значит внутрь с ней не если у нас И вылетают на орбиту, и видно, как красиво наша планета, страх покрывается этим чувством, когда видите красоту вдруг вызывает, как опасность, что в безлучном пространстве, в общем, на планете, в этой концертной банке летите, на скалючем. И они в зелёстрах, в Маврикии в это время команда уступила. Вот сейчас, в течение вот этой минуты, вы должны сейчас сесть в кресло, притянуть земли, у тебя будет большая перегрузка, включится дополнительный двигатель, вы садитесь с орбитой, и вот сейчас вы отправитесь туда, на Луну. Точно по-моему, вы должны сделать приказ со стороны. Мы должны отслеживать все страхи, мы должны умерзти веру, и выполнить цепь, идут лежать, нажать кнопку, и они это сделают. И как рвануло, это банка, знаете, просто жуткое дело. Они влипли в эти кресла, а потом смотрели на эти цифры, векающие скорости, и набрали нужную скорость, и всё, всё успокоилось. Вибрации, всё спокойно. Отсюда и рюмин. Два рюминатора, они встали смотреть, что там. В этих рюминаторах. Один, другой. И у них есть инструкция, ещё как общаться, так и вести себя. И они застыли от ужаса полно. О, а застыли просто от ужаса. И они молчали, знали, что говорить не надо, это вслух пронесить не нужно, иначе мы с паникой не справимся. А что он увидел? Амстер. Ничего особенного, знаете. Потому что, хоть и земля, стало чуть-чуть меньше. Иии, куда мы? Распортулась, знаете о чём? Мы же в творении Бога, он не религиозно человеку. Что мы делаем? Зачем мы это делаем? Нам же приписано жить там, на земле. Это наша мать вообще. Куда мы летим? И он знал, это паника, это моя проблема. Мне нужно просто молчать, просто молчать, чтобы не без своего партнера. Инструкция, инструкция, инструкция. Я должен просто молчать. Все проблемы от языка, это вслух искаживайте, что. Слух, нужно знать, что говорить. А другой тоже в ужасе был, потому что он увидел, как ангел какой-то пролетел. Наслепительно. А ещё в школе на таком виде показали, как выдавая их только галюснадцати космонавтов, что они так видели. Он был на крыльях, да, смотря такой золотистый след, улыбаясь, как летел, плавно. И вот этот космонавт, я скажу с ума, всё ясно, нужно молчать. Я молчу, молчу, ничего. Мне не беспокоить партнера, главное, без памяти, без памяти. А вот он просто на землю увидел, какой-то человек идет за бортом. В трусах, какой-то, с бородой. И на уголках пешкова идет, такой помогал, и тоже на луну побудить. По описанию выяснилось, что я придал ко мне Иванов. Иванов, наш митик, как он здесь, в трусах, где-то. Вот он, да, вот он опрогулился как раз. Порфирий, конечно, но верно, вот он. По описанию это совпало, потом, пока у него фото, не узнали его. Он тоже проходил, он не, не этот, а прогуливался, оказывается. Это не коммерческая прогулочная тропика. Ну, знаете, он проходил по ду Чёрного моря, в городе, в городе, здесь прогулял. Это был митик, наш русский йорк. В прошлой жизни еще. По годам войны он привезет и сирхи, и вот он потом забавлялся ему. И он что-то людям ценно пытался оставить, конечно же, но если вы неправильно примените его систему, у вас будут проблемы со здоровьем большие. Тоже нужно быть очень осторожным по поводу холодных. У него обливание и так далее. И вот, когда они всё это стали видеть, они поняли, что у них проблемы. И они получают у них проблемы. И терпели, они ждали, когда они к Луне подлетят. К Луне не подлетели, знаете, для чего? Какая-то чёрная планета стала приближаться к нему. Чёрный, не отражающий никакого света. Вот это они уже принести не могли. Они пришли на ручное управление, развернулись и пришли обратно. И они не были луны. Они не смогли преодолеть эту психическую проблему. Это было невозможно. И когда я спросил про упаду, который сейчас до экрана был, что же там было? Он говорит, это было плане про Раху, который ученые не видят. Он написан, написан. Они не были на Луне. И когда эта сенсация прошла, мы берем на Луне, на Луне. Вот смотрите, они уже ходят, высказываются на Луне. Кстати, пока здесь снимки, снимки, съёмки. Рубана сидел с пеной к телевизору, а у ученик делал ему массаж головы лицом к телевизору. Так вот. Рубана, они на Луне. Смотрите, они уже на Луне, они высаживаются. Вот съёмки. Видео. Прямая трансляция по коже. Снимки. Рубана говорит, что на Луне, что на Луне выглядит Луна. Там есть леса, растения. Нет-нет, такие карли, и чёрные левы. Это хрен его нах. Руки в чинка ослабли. Вера его. Что-то у нас духовный учител. Как вы думаете? Как вы думаете? Это что, такой обман? Я не могу понять, что такой обман? Такой голосальный обман. Но вы не знаете, что какие обманы бывают? Это ещё не самый голосный. Это лишь поверхность леса эго. Обман гораздо глубже к ренизе. И когда мы пройдём с вами все эти вещи, мы сможем понять, где к ренизе этот обман? В моём ложном эго. Я себя обманул. Обманулся уже сотни тысяч раз. И выбрать за этот обман не так-то просто человеку. Сам обманул. Чтобы обмануть других, сначала нужно обмануть себя. Иначе вы никого не обманите. Как витрактор лживы, не обманите его, пока себя не обманите. Он всё равно должен понять, что это положено. Вы должны поверить в эту ложь сначала, а потом быть легко обманите кого угодно. Вот так всё и накручивается. Жизнь за жизнью, жизнь за жизнью. Ложные пистоли, ещё, 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 ещё. И, тем не менее, пока мы рождаемся людьми, нам даётся возможность выкупаться из этой западни. Иллюзия. Старше вместе — это 22 года. 23. Уважение к чувств других. Это мы сейчас рассматриваем тренирую гармонии. Гармонии. Поэтому мы хотим быть вместе, но боимся, сможем быть всю жизнь вместе. Но уже 23 года. Уважение к чувств других. Уважение к чувств. Здесь уважение к чувств. Перед, как мы говорим, внимательное отношение друг к другу. Требуется вот этот привод. 23 года, наверное, научиться внимательно относиться друг к другу, уважение к чувств других. Итак, мы видим, что можно жить долго, если уважать друг друга, как оказывается, можно быть вместе. Всю жизнь. 24 года, забота о всех сторонах жизни и членах семьи. Это две деловые чакры. Здесь, по-моему, связываются. Нет. Нет, нет. Это деловая гармония. Гармония и деловая. Забота о всех сторонах жизни и членах семьи. 24 года, вы способны, чтобы озаботиться обо всех. Забота. И в 25 лет ваша жизнь практически состоялась. Устроенная гармония и даже первая скука. Вот здесь, 20 лет. Устроенность. То есть все у вас хорошо в 25 лет, если вы хорошо лежите. Смотрите, вот страх. А примерно здесь, по диагонали. Здесь чувства, и чувства встречаются вместе. Здесь страх, страх. Здесь чувства, чувства. Здесь деловые, деловые. Ну, а здесь гармония, гармония. Все. Вот здесь 25 лет середина осмысления вы устроены прекрасно. В себе работают, в полный порядок во всем. Это 25 лет это уже состоявшийся личностью согласно чакре-виде. Сейчас мы так быстро не согреваем до этого. Есть тормоза, серьезные планы высоких чакр. Но хотим. Хотим быть такими устроенными людьми. И чтобы устроиться в жизни, нам не нужны деньги. Нам не нужна недвижимость. Нам ничего не нужно, кроме способностей. Просто кроме способностей. Если мы достигаем этих способностей, вот этого блока, мы, естественно, устроены в жизни. Все придется само по себе. Естественно. Квалификация называется. Мы все на жизни квалифицированы. В профессиональной деятельности, в личной жизни, в общении. Мы умеем общаться. Все хорошо. Двадцать шесть лет думаем о призвании и смысле жизни. Это гармония и философия соединяются. То есть, начинаем снова с смысла жизни высокого человека. Что же дальше соединять с моей скромностью? Зачем все это? Начинаем дура. Философия рассуждать. Жизнь устроена, начинаем рассуждать. Двадцать семь. Становление философии отца и матери. Как вы видите, здесь все связано с отношениями на личную философию и перемудрость связана с личными отношениями. Он думает, что теперь важно стать отцом, матерью. Он начинает понимать что это такое? Становление этих вещей. Отец, мать. Вот здесь, в этом месте, он начинает понимать, что такое отец и мать. Мои собственные. Почему было так? Так? Он здесь уже осмыслил все прожит, уже садительными. Когда сам унесет туда ответственность и так далее. И в двадцать восемь желание воспитать возвышенных детей и оставить след в жизни. То есть, генназию начать какую-то, в общем, приемственность выкутормализовать, чтобы мои дети были лучше меня еще. Вот это обновление семьи. Вот так. в том числе, если здесь только приходят желание удовлетворения семьи, здесь уже какой-то потенциализовать. Оставить след. Оставить след после себя. Вот еще, что задумается в свои двадцать восемь лет. И затем снова начинается кризис, страх. Здесь чакра философии начинается со страха. И двадцать лет страх перед будущим. Знаете почему? Первое подозрение о собственной глупости. О собственном несовершенстве, так скажем. О сознании. О сознании собственного несовершенства. Есть такая как бы поговорка, выражение, когда она исполнила 16 лет. Я понял, что мой отец глуп, глуп, совершенно глуп. А когда мне исполнилось 30, я заметил, что отец заметно поумел. Вот здесь тоже самое. То есть, когда открывается философская чакра, человек начинает подозревать, что он не очень и разумен на самом деле был все это. Он думал о себе. Он стал самоверен таким, счастливым, гармоничным, все устроено, но недостаточно еще ответа. Это очень важный момент, чтобы философия начинается именно с этого, с осознания своего несовершенства начинаются вопросы. И вся философия строится только через вопросы и ответы. Когда вы читаете философские трактаты, это не философское образование. Сейчас объясню, это очень тонкий важный момент. Если вы хотите получить философское образование, то путь только один спрашивать, почему? Мне же могу это все почитать в книге, без вопросов. Ничего сработает. Потому что чем больше он получает информации и знания книжного начитанности, тем больше у вас стоит эго учености. Самое тонкое эго, трудно преодолимое эго. Эго знания. Я знаю, я читал, я слышал. Но если вы спрашиваете и получаете в форме наставлений, вы никогда не разговариваете эго. Знаете, что разница? Та тоже со мая знает. Если я получаю от духовного учителя, от наставника, это уже другой так гей. Чем просто то, что я читаю книги и думаю, что я много знаю. Видите? Знание, собственно говоря, предназначено для того, чтобы разрушить все ложные себе представления самовыми. Поэтому возникает ловушка знания. Если я просто сам извизим получаю знания, подаю ловушку. Поэтому получается получи это духовного учителя. Просто по книгам не станешь доктором. Тебе нужен еще практик, опыт, еще оценка того, кто знает. И таким образом философия начинается с этого осознания, своего несовершенства. Затем в 30 лет попытка доказать себе, что через сутро можно быть счастливым. Что это за философия? Как называется здесь? Чувствия философии. То есть человек доказает, что можно счастливы быть, не чувств в этом мире. Как философия называется? Генализм. Это генализм. но всего лишь на один год. Это нормально. Если вы на всю жизнь стоите здесь, это проблема. Генализм на всю жизнь. Ну на один год нормально. Вы пытаетесь просто философски осмыслить эту чувственную деятельность. Но заботу уже понимаете, что это невозможно, шаг заменяется. И в 31 оправдание своей деятельности как незаменимой. Следующая попытка доказать философски, важная личность в своих деловых отношениях и профессиональных народах. Что это незаменимая должность и профессия. Вы пытаетесь себе и другим это доказать, что вы очень важная личность философски. Каждый считает, что его дело наиболее важное. Политики думают, это и самое важное. Резидиозный религиозный мутент самый важный для духовного. Позициозный мутент важный экономику поддерживать. Рабочек самое важное работать, честно трудиться и все правы видеть. Но неправо в том, что каждому счету самое важное в жизни. Важно все, например, важно в равной степени все. Как в этом сале, что важно? Частота важна? Освещение важно? Звук важен? Вектор тоже важно, делать? А что слушатель важно, что все важно, как можно в грязи сидеть, как можно без свет, как без микрофона, как без вас, мы все должны быть вместе, все в равной степени важно. Но здесь попытка объяснить это отдельно, от себя, что важна моя работа, важны мои чувства, важны философии, человек пытается доказать себе так вот, как в смысле жизни придать машину. В 30, сколько у нас здесь получилось? А? 32 уже было, да? Нет. Попытка 32 соединить предназначение и работу. Это очень сложный вопрос для большинства из нас здесь сидящих иначе духовную практику. Вот как теперь связать духовную практику и материальную профессиональную деятельность, правда? Вот это в 30-е год должно быть уже решено. Но нам предстоит еще решить конечно этот вопрос. Как же это связать, потому что в карте неизъедимые вещи, правда? Тем не менее, это сложно, если вы отрегулируете сок и друг, и займете йогой. Все, все. И вот сами это люди разум пробудут, вы сами будете знать как это все регулировать всему, естественно, утро для медитации, день для работы, вечер для общения для радости. И снова утро для медитации, день для работы, вечер для общения. И так вы будете хорошо продвигаться во всех сферах. Это просто регуляция нашего людей. Это не так просто как кажется. Страсть застроение работает с утра на ночи. Безуток. Страсть застроение работает, работает на телефоне, на телефоне и днем, и ночью, и днем, деньги, 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 карьера, 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 и все называют. Поэтому необходимо отрибулировать жизнь. 33. Две философ и чакры соединяются здесь. Это называется созревание философа. Созревание. Созревание философа. Иисус был 33, когда он начал проповедовать. То есть философский человек созревает. Что означает, что человек созревает философский такой признак? Он знает причину всех причин. Не понаслышке. Он может это объяснить на день философский приказов. Вот это он все на то бишь ждет. Он философский созрел. Вы его не опровергните на смысле слова. Ну представьте, вот этот зал, в котором мы сидим, я имею одно предположение, что это все возникло так и случайно. Теория такая. Нам еще не про обоих знаете. есть степень. Я предлагаю, что-то случайно произошло. Ну какой-то конечно продавец сделал одно, потом другое дополнит, третье, третье, что-то получается продолжать, четвертый, тем более. И пятый, когда закончу, рисую себе, и наконец появился этот зал. Так будет быть. Хороший степень. Но абсолютно не работает. Что вы же понимаете, что-то создать. Конечно требуется. Какую-то разум работало, существующую еще до этого проектировал, все выставлено, все развершено, гармонично, все симметрично, все осмысленно, есть предназначение этого зала, есть функции, все, все. Какие случайные вещи? Нет. Ну а почему когда смотрю на этот мир, думаешь, что случайно это посажнее, чем этот зал? Я вам скажу, немножко посажаю. И тем не люди ученые говорят, это не окажется, что случайно скажу. рвануло». Вот в итоге такая вещь получилась. Существует. Вместе у философов прекрасно можете понимать, не литерат этих вещах. 34 года. Умение меняться там, где живешь и работаешь. Очень, очень важно мне кажется. 34 года. Представьте уже, какой человек мудрый может быть. Может меняться там, где живет и работает. Иначе вы не выживите все и всю жизнь. Если не умеем меняться, это невозможно. умение меняться. Если у ребенка есть какой-то вопрос глупый или он настроен, ну, его можно просто отвлечь. Отвлечь внимания. Настроенную игрушку показать, погладить или как-то с ней посетить руку. Все порядка. Это каждый знает. Но если подрастать, вы не можете уже таким приемом общаться с ним. Вы должны изменить это поведение и ответить на его просто. Они будут раздражаться и скажут, что-то. Причем если поглажили вопрос, кипя вообще. А ты мне просто говорили, что будет хорошо. И так же это происходит в семье, когда мы еще молодые, есть какие-то проблемы, просто в постели они укладываются, обнимают друг друг друга и все хорошо. Отвлекают внимание. Через сексуальные отношения вот эти нежные они забывают о каких-то проблемах. Но позже это станет проблемой. Я не буду ожидать, что все-таки мы исполним желание друг друга. дадим это счастье друг другу, но не меняясь мы не можем обогащаться жизнью. Каждый должен продвигаться, прогрессировать, иначе мы нададим друг другу через 5-7 лет все. Мы уже чихнем, слово скажем, она сделает так, она скажет так, она скучна, это схема какая-то. Поэтому когда мы можем меняться, эта мудрость приходит, мы начинаем удивляться друг другу. Я думаю, что это я знаю, я этого не знаю. Вот такие образы, есть развитие какое-то. 35 одухотворение своей работы и семейной жизни. 35 человек может одухотворить работу и семейную жизнь. Одухотворение работы. Это мужская заслуга главного способа продукт свободы мышления мужчины. Подхаблучник не способен достичь этого уровня. Мужчина подхаблучник не способен терять свободу и это развитие. Он не сможет одухотворить свою семью работу. Подхаблучник не способен терять свободу. Как мы говорили, женщина 9 единиц глубины могущества материальной какого-либо. мужчина по-другому могущества в свободе. Его успех когда он свободно мыслит свободно действует свободно принимать решения. Поэтому когда говорится мужчина муж может идти куда угодно и как угодно и возвращаться когда пожелает. Не не спрашивает свободу но только в том случае если он чистый. Если у него грязные помыслы трудные привычки он не может быть свободной как того угодно. Жена не позволит ему тюрьма с тобой. И вот тут только полная жизнь началась. Поэтому мужчины сейчас теряют силу. Они теряют свободу мысли действия подъем жертв реалии потому что легче не мужчин не у женщин век аль сейчас очень сложная и если мы соблюдаем регулирующие принципы без нас любых без окрасификации без незаконного сердца без государственной горничной геннации идите мужчину куда хотите возвращайтесь все будет хорошо вы получаете свободу вы будете вот это тогда мы сможем оттворить свою семейную жизнь и профессиональную деятельность переносит туда наш опыт свободы оттворяется одухотворяется видите семья здесь одухотворяется вера человека у ребенка в семь лет здесь одухотворяется противоположный пол одужествляется здесь смысл семейной жизни находится здесь попытка оставить след возле себя пункт продолжить для других так духовность проявляется отношения и отношения в семье вот нужны пришли к этому духовной команды это освобождение страхов и теперь у нас возраст 36 снова страх в области мудрости возникнет страх страх перед общением перед общением с разумными случалось такое кто-то более разумен и мне неудобно как-то с ней общаться меня сковывает этот человек страх потому что я проявлю сейчас свое несовершенство когда буду общаться с ним мне придется вопрос задать вы будете отвечать и мне неловко себя ниже ставить я боюсь как-то унижение какого-то так я кажется и перед мудрыми есть страх общаться потому что они превосходят разум по этой причине но это лишь ненадолго это какой-то один год 36 страх сейчас страх укорнился людей со святыми общаться они очень боятся страной подальше мы говорим на святом месте тихий по-моему там монастырь отключен то есть такая архитектура потрясающая одна из таких достояния как у страны мы пришли туда в этот монастырь действующие фрески там тоже шаломляющие красиво и люди туристов много все фотоаппараты все купола что можно все при этом проходят сады отцы монахи тут никто не общается с ними близко не общается практически сейчас очень редко кто общается с людьми духовными ищет общение это страх чувство и мудрость это контроль чувств радость от первых философских пониманий это очень интересный момент то что мы сейчас предлагаем делать уже сейчас контролировать свои чувства выяснили что в 37 если человек правильно развивается у него есть например способность уже управлять чувствами своими это означает что теперь он может управлять фактически своей судьбой если вы управляете чувствами и умом вот теперь все уже жизнь в ваших руках вы предаете могущество могущество означает что вы становитесь с вами что такое хозяин чувств чтобы управлять миром управлять людьми если чем мы хотим управлять сначала нужно научиться управлять своими чувствами и тогда вы даете способность управлять коллективами даже может быть огромными слоями населения умами людей если вам узнать свой полный чувство обретает такое могущество и вот здесь в это время человек может обрести эту силу представьте это уже очень-очень высокий уровень когда человек опоздал это радость философских откровений сладость в которых вы чувствуете контролируете у вас будет масса откровений изнутри то есть начинается мудрость существования здесь страх общаться общаться а здесь контроль чувств уже страх они поскольку если вы контролируете чувства вы не боитесь над лицом как мы вчера говорили вы принимаете образ жизни мудреца контроль чувств способны затем деловая чакра и мудрость активная общение с мудрыми начинается все начинаете действовать как только чувства контролируете входите в эту систему мудрецов пообщению активное общение с мудрыми фактически вы уже причисляетесь к этому к этой группе особых людей вы уже начинаете приближаться входить в эту сферу отношений это чакра мудрости называется взаимоотношения здесь строится умение строить взаимоотношения взаимопонимания в тридцать девять вы себя находите в системе мудрецов все вы один из них пусть и как быстро все происходит за несколько лет вы только что боялись потом сделали шаг контроль чур несколько лет все вы уже там ну ну сколько нужно времени чтобы изменить нашу планету скажу ну посмотрите сколько лет два-три года даже меньше полгода при помощи определенной правды чистого это все может быть в наших отношениях к нашим сознанию даже планета сейчас остановится производство наше все оно восстановится всего лишь несколько месяцев выученых частота вернется воздух вода и все живет рыба придет птицы прилетят несколько месяцев если вы просто не мешаете но поскольку есть полет есть сопротивление ооо это нужно много поколений знаете целая история нужно информацию изменить чтобы одного человека изменить не так ли потому что он пока как все живет как все не изменится он не изменится он туда не пойдет уходится он премудрит искать помните живет премудрит искать там глубоко и он очень старый он самый старый он выжил все на нем уже легенды с броду колли тоже каждый долго живет и собрались все любые подумали надо спросить вопрос секрет положительство кто такое что я написал ну если это забрали поплыли постучали к нему в теле вырезал это чудище хорошее тело и скользко есть такой старый скажи себе положительство я поднял в плане сказал главное не узоваться тихо тихо вот так секрет мы секрет мы делимся собой видите еще короче секреты жизни сколько лет 40 было да 40 лет 39 было 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 находились в системе мудрецов вы уже один из них все в системе молиться и способны доказать другим свою точку зрения это 40 лет это не так просто как ассо первый взгляд это не то что сейчас подумали скорее всего способность доказать свою точку зрения означает что вы способны изменить жизнь другого человека вот что это значит изменить жизнь другого человека Иисус посмотрел на Петра и жизнь изменилась даже философию не перенял Петр в глаза посмотрел говорит что смотришь что куда смотришь вообще что смотришь в душу мимо не на лицо а в душу и говорит в толщинку Матфей он бросил деньги с большей подойти на землю и ушел в землю никто в денег поверил жадный с большей подойти можно представить налоговую инспекцию он служит людей дрался их деньги и наказывает но иисуса несколько слов слышал прошлый день и на землю и ушел это мудрость духовность это сива вот то что зрение это все объясняет и будет высокая она меняет жизнь людей вот это способность то есть тут вы можете обучать людей и и что не хватает в стране мудрых людей может быть мало стало вот почему люди как на востоке и 41 мудрец созрел вот здесь две чакры здесь соединяются усиливая друг друга здесь мудрец состоялся если мудрец вас нельзя предъявить нет этой силы посетать истину знаешь что такое истина истина это то что мое не принадлежит это не принадлежит нет не истина это не принадлежит не за все на время не истина это мне принадлежит все тоже временно не истина а вот я душа это я это мое это истина я не могу сказать что мир мой это будет слишком большая проблема если все так заявят будет большая проблема но я могу сказать Бог мой в моем сердце вот это ему это мне принадлежит и весь мир как его мерзин тоже уже все наоборот если я пытаюсь привести мир без Бога это проблема но я могу сказать Бог в моем сердце Он мой по любовь я и Отец одно с Иисусом мы вместе и все и в этом мире как Сын Бога может быть вы одновременно любите Бога одновременно отличены от этого мира одновременно и то и другое это мудрец который состоялся и 42 понимание что мудрость приводит к духовности все в чистой духовности понимание духовности что такое мудрость практическим языком это способность применять знания на практике делать образ жизни говорит о мудреце не его концепции а образ жизни что он ест как он ест сколько спит человек занимается его деятельность его уровень чистоты и так далее вот это описывает мудреца вот эти все вещи образ простостью воздуха он размышляет он еще не действует мудрец уже действует уже знания на практике применяет и затем когда он это практикует он начинает понимать что это приводит куда все к полному преображению внутреннего сознания в личность в духовность и 43 года страх погружить в духовность потому что оттуда возврата нет оттуда вы не вернете больше если вы туда погрызть обратно вы никогда не вернетесь когда пропад отдавал лекцию однажды он говорил что душа она транспортирует с планеты на планету жизнь перемещается на разные планеты йоги могут управлять эти процессы достигать очень высоких планет управляют могут путешествовать с планет на планету осознанно это была тема лекции и один человек пришел поговорить с ним и сказал с вами же а вы не пропадите меня научить путешествие с планетой на планету в этой духовной тени только я бы хотел пропад сказал да но одно условие обратно не возвращаюсь перед условием случилось нет нет я хотел только посмотреть обратно посмотрите обратно шутки здесь окнем не горят если вы даже одно доверие увидите духовный мир вы никогда не вернете это будет невозможно если в одном доверии увидите будете продолжать здесь жизнь вы будете просто все же тосковать там случается с теми кто мгновение убил сверх душу в сердце допустим вот это откровение было у него и все и обратно вы уже сможете вернуться как материально в плохом примере как лсд принимает один-два все он уже не сможет продаваться как правило уже не выделяется но это лишь материальный пример слабый здесь другое поэтому есть страх к угружению духовных человеком в друге я потеряю работу семью все эти интересы опасно опасно уйти куда-то туда это страх просто страх потому что на самом деле ничего не теряется 44 духовное наслаждение антокотворение чувств вот тут первый человек может почувствовать духовное счастье чувства антокотворяются источник счастья никакой пусты но все равно жара или холод умираете живете уже не имеет значения вы не зависите от этих всех событий то есть на этом уровне выживать в самых сильных потрясениях переживайте любые преграды претесты а духотворение чувств означает что вы живете фактически в духовном мире это 44 45 систематизация духовности деловая чатра и духовность то есть оказывается там есть определенная научность есть система знаний это не просто какие-то чувства сентиментальные это то что можно описать научно вывести закономерности определенные духовные то есть последовательность как можно двигаться в этом процессе 45 46 поиск духовной гармонии и общения то есть вы хотите поскольку вы духовничек общаться с духовными людьми либо кого-то привлечь в духовности общаться вместе заниматься поиск такой гармонии 47 понимание философии духовного развития перед вами открывается целая наука гигантская бескармичная наука духовной жизни как мы сказали это не сентименты это все абсолютно научно мы начинаем отличать уже градации духовные сейчас мы пытаемся отличить дух материю это самая постоянная вещь но в этом уровне отличается духовная cave например сейчас вы еще не отличите душу от сверхдуши если тело от души еще сейчас можно отличить философские аэлитические способны на это но сейчас вы еще не отличите душу в сверх душе, в целом духе. Нужен ваш опыт. Поэтому многим кажется, что душа и стра душа одно и то же. Мы сливаемся и становимся Богом. Мы не видим, как мы этой тонких различных существуем. 48. Способность давать духовные советы. Что это за способность такая? Знаете, как это называется? Способность решать все материальные проблемы духовных с Бозром. Вам не нужны никакие деньги и никакие средства, чтобы изменить свою жизнь. Вам нужна просто внутренняя энергия. И все придется вам по себе. Это способность давать духовные советы. И в 49 лет две чакры здесь соединяются в духовности. Это называется духовный учитель. Учитель всех духовных идеалов. В 49 лет вы должны стать этим человеком. Процесс завершен. И у вас остается еще сколько времени жить? Смотрите, как все хорошо. А для чего? Вы уже достигли этой цели. А что же вы еще делаете? Полжизни будете? Миссия совершенно верно. Вы начинаете менять что-то вокруг, действовать в этом качестве. Вот он уже готовый, как бы, миссия, а человек будет, когда будет состояться. Так же это означает, что, например, человек не прожил должного образа в дружине, в котором 9 лет, но не состоялся духовно учить лучших делов. Не такой же горький, а проходит, что у тебя люди у меня резут, как они. Люди в скорби, в печали, погружаются в эту молодость, чувствуя неудачу в своей жизни. Судно для мужчин, это самое трудное психологическое состояние. Не быть неудачным. Почему? Пить начинают мужская половина. Это синдром личной неудачи называется. Для мужчин это очень важно быть, именно, успешным в жизни. Успешным, лидером успешным. Чтобы он, его планы, все могут быть еще. И в 40-х годах можно увидеть человека подавленного, расстроенного, серьезного, слишком углубленного, уже такого, как бы, в жизни побитого, несостоявшегося, так сказать. Это просто мечтает о чем? Начать жить заново. Да, вот и он начинает жить заново в 50 лет. Страх. Это очень позорное состояние в 50 лет, потому что в 50 лет, когда вы уже не такой сильный, не такой уже, знаете, уверенный в себе молодой человек, то он жизнь заново начинает и вы превращаетесь в собаку. Знаете, в каком смысле? Вот где погладят, туда идете. Зависимость, если вы не достигаете этого бесстрашия духовной жизни, вы попадаете в зависимость, в страх, потому что вы уже не такой сильный, как в прошлом. Наши зубы, руки не так уж критки, как в песне поется, мы уже совсем старики в песне. И затем пробуждаются чувства в 51 год. Ну, немножко это уже не очень удобно в 51 год, чтобы добрым чувства близок, но с капризом сейчас становится в 51 год. Сварливый. Кто нравится, не нравится, критикуют себя вокруг. Смотрят, как молодые живут, критикуют постоянно. В 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 56, 56, 57, 58, 57, 58, 57, И он не может этого нести, это для него самое страшное. Смешки, эти женские смешки, это сделано. Поэтому, конечно, нам нужно как-то компенсировать свои, где-то вот, пролет в этих квадратах, где-то мы что-то упустили. И мои рекомендации сейчас для общей, как бы, категории нас с вами, для практически всех людей. Сейчас, пожалуйста, изучайте философию. Сразу мудрецом трудно стать. Сразу практиковать духовную практику, есть масса препятствий, стратов и чувственных каких-то ограничений. Сейчас религия, она воспринимается в большинстве людей как чувственная сфера. Сфера чувственной. Не сфера духовности, а сфера чувств. Для чего? Увертворить чувство, успокоить чувство, прийти себя в порядок, чтобы потом снова идти на работу. Спокойно. Вот и все. То есть, очень мало количества людей понимают это как духовность именно, независимо от каких-то традиций, внешних этих обозначений. Это связано просто с каким-то чувством. Прийти, помолиться перед нами со своих греха. Так вот это чувство, а пусть отпустит, я встанет. То есть, я теперь могу снова разложить эти работы, делать то же самое, что я делал раньше. От чего я и сказал, собственно. Я могу снова внутриться к своим проблемам. Но когда вы изучаете философию, у вас восстанавливается гармония, радость внутри. Если вы знаете законы К, вы уже не будете расстанавливаться в жизни, например. А реинформация тоже у вас изменится отношение к жизни. А вечности души, если вы постоянно эти знания получаете, у вас появится гармония, сердце радует. Вы сможете либо строить деловые отношения, выполнять долг, воздвигать чувства с долгом. Вы сможете контролировать чувства этим знанием. И вы будете всегда побеждать свой страх. Он будет проявляться, но вы будете всегда его побеждать. Это просто благодаря изучению философии. Это нам сейчас очень доступно. Есть книги, изучайте эти, пожалуйста. Ежедневно читайте что-то, медитируют на эти шлоки, на эти комментарии, как будто вы читаете, объясняют. Научитесь жить с этим знанием. И тогда вы увидите постепенно, когда мы насыдимся всем этим, философским пониманием жизни, у нас появится сила сделать что-то в этом направлении, мудрость. А тут уже шаг на духовность. Поэтому всем, взрослым людям, рекомендуется читать книги регулярно. Это самая важная часть медитации в нашей жизни. Читать философские духовные книги. Багавы какие-то, прежде всего, Шримад, Багавы, вот эти вот самые лучшие, сливки вед. Есть много разделов практического знания в ведах. Это тоже хорошо. Аюрведа, астрология, это тоже нужно, можно изучать. У кого есть, полностью к этому гармонические. Но абсолютно как, ему нужно понять трансцендентность души. Себя. Самое создание. Прежде всего, не будем знать. Так мы компенсируем, это полоса Абона называется. Мы обходим ее. Вот так же мы можем еще быстрее справиться, если будем общаться с духовными людьми. Регулятор, сердце, наставления. Или непосредственно физически можем общаться. Мы от них получаем этот заряд, как от огня легко зажигать струбой огонь. Такой пример называется. Легко. Ну, бывает так, легко, если дрова сырые, то нужно времени какое-то. Подожидать все равно. Но присутствие огня, это высохнет быстро и все равно воскланили. Потому что у нас есть эта энергия. Но если мы никогда не общались с огнем, очень сложно зажечь огонь. Практически невозможно. По присутствию легко. Поэтому вот это вообще не ускоряет. Это полоса Абона называется. Что мы входим в круг людей, которые тоже практикуют искренне. Искренне нужно для тех людей, которые именно такой цель жизни имеют. Ни двойствами. Ни ради выгоды, ни ради какого-то обмана и самообмана. Ни ради этим нечту, чтобы станете Богом. Это ложь все. Не нужно об этом. Нам не нужно стыдиться Богом. Даже Бога духовной вид не знаешь, что он Бог. Ему это не нужно. Благодаря тому, что гордите эти положения. Ему нужна любовь. И все забывают об этом-то. Кто он-то Бог. И Бог не важно. Мой сын думает, и что он это. Мой сын. Радфорей любит мой супруг. Друзья, говорит, мой друг. Ему нравится. Больше, чем темолит. Когда перед его боятся и прочее. Потому что вот здесь, вон там, творец мой судья, говорится. Он там, излюбленный. Здесь мы в реальной мере знаем, что это творец судья. Да, он неносердный, он справедливый. Вот и скармливает его законы. Мы побаиваемся этого закона. Он такой вот сильный, мы боимся его сильно. Но там, у себя до войны нет. Он возлюбленный. Теперь, пожалуйста, вопросы. Сколько у нас время остается? 20 минут. Есть 20 минут, пожалуйста, вопросы. Мы ведь быстро пробежали за всего. Двери, если этот материал. То, что по возрасту подходит сейчас. Верно, верно, верно. Нужно ли ему сейчас все переходить на духовный уровень, вот здесь, сюда. Либо оставаться на каком-то своем возрастном уровне и развивать то, что сейчас предлагают. Нужно то и другое. То есть вы должны действовать согласно своему уровню обязательно. Но общаться всегда в духовной атмосфере. В духовной атмосфере. То есть дети играют, дети шалят, дети все равно правильно. В духовной атмосфере все. Вот если вы будете здесь петь киртан большой, возникнет духовная атмосфера. Дети тоже здесь будут бегать. Они будут бегать, но у вас остаются. Это нормальная идея. И вы должны это нормально понимать. Очень хорошо, что они вот так вот энергичны, радуются. Даже ломают что-то. Как правило, не ломают в духовной атмосфере. Просто радуются. Это дети, они должны быть теперь. Юноша, понятно, молодежь, они будут смотреть. Другой другого, Ремидлина, тоже. И будет очень радоваться. Понравится, как танцуют, они себя поражают же. Они быстро будут понимать, знакомиться, даже не общаясь, даже не разговаривая. Уже будут видеть, понимают друг друга. То есть там все проясняется. Духовная атмосфера минимум вашего возраста в жизни. Будьте детьми, будьте юношами, но в духовной атмосфере, в саде охраны. Где есть любовь, доверие, счастье. Бог присутствует. Вот это хорошо. Это не исключает нашего возраста, не мешает. Наоборот, как раз не бывает. Вы думаете, вы влюбляетесь в девушку или юношу? Нет. Вы обождествляете образ, в Бога влюбляетесь. На самом деле. А когда вступают уже в сексуальные отношения, это образ уходим. Вот что происходит. Этот образ просто напоминает нам. Божественное. Вот сюда, Божество. Это любовь к Богу так является. Оторжается, как говорится. Оторжённый любовь. Чтение, слушание лекции, получение наставлений. Чтение, слушание лекции, получение наставлений. Самое главное – слушать сначала. Сначала шрамы на слушание. Чтение – это очень высокий уровень. Я знаю, что вы читать не сможете регулярно. После фестиваля, что, может быть, неделю прочитаете, а потом всё равно это будет трудно. Потому что чтение – это уже третий этап. Смармон. К этому нужно готовиться, учиться, мыслить. Потому что, когда вы читаете не осмысленно глубоко, это будет трудно читать. С кем зачитать книги? Засыпаете, мне кажется, что я уже читал, но, честно, Богу, перечислить снова и снова. Но когда вы достигнет состояния смармонной медитации, будете читать, не уставая. У вас будет огромная мощь, которая будет проявляться. Завершая зарядка. Просто за час чтения вы восстановите всё в себе. Если это сделать состояние смармонной медитации. Сначала, ну, Шрауну услышать нужно. Слушайте дверной источник. А потом, Киртан, ну, повторяйте, что слышит. Общайтесь с кем-то, делитесь. И вот потом смармонная медитация. Слушание, повторение, запоминание. Обычное. Пожалуйста. Пять лет. Пять лет? Ну, да, ну, в это время я читаю вот сказки, и вот эти истории медические читают ребёнку. Боже, они же верят, это всё. Они развиваются, живут этим. Получают ответы на свои вопросы через какие-то истории. И важно, если даже вы не можете объяснить эту технологию производства детей, как он привётся, откуда, вы просто показываете то, что вы хотели его. И Бог послал. Вот так даже объясните, и уже ребёнок получит счастье. Ему не нужна эта технология. Он только узнает, как это вырос, скажу, в биологии. Ему сейчас нужно другое. Иметь, как бы, источник сердечный. Почему здесь, кто хотел, зачем? И вот, вы ему объясните себе, то есть, с точки зрения отношений, объясните. Общение. Общение, да. Пожалуйста. Бывает так, что человек встал на духовный путь, потом он, в это обстоятельство, он возвращается к материальному цену. Это что, не только денег? Бывает, что человек встал на духовный путь, потом с него возвращается к материальному цену. Очень важно, с каким мотивом мы встали на духовный путь. Причина. Например, если это материальная причина, скорее всего, вас ставите процесс потом. Например, если я хочу, в Гитии говорится, здесь четыре типа людей, которые обращаются к Богу. То есть, могут стоять на духовный путь. Первое. Это люди... Четыре типа людей. Первое. Да, страдающие. Это люди страдающие. Просто в жизни не могут прийти в церковь, молиться, что-то, когда страдали, молиться. Второе. Понуждающиеся. У них труда финансового положения. Могут прийти к Богу, чтобы поправить финансовое положение. Третий тип. Это любознательные. Они просто из интереса вникают в эти сферы. И так могут понять, что это тоже научное, и что-то в этом есть. И четвертая категория. Это ищущие абсолютную истину. Наслители. Из этих четырех, как правило, остаются последние. Которые заинтересованы в этом. Они лучшие. Потому что те, кто пришли от страданий, немножко правят положение, они забывают о том. Ну все же, я же получил то, что хотел. Больше не нужно вращаться к нему. Потом деньги появились. Ну и все. Здоровье появилось. Ну и все. Все. Опха на себя. Я у себя. У нас разная жизнь. И когда я к нему обращаюсь, то так у нас разная жизнь. Это не будет как бы постоянно. Если мы с такими материальными мотивами обращаемся, это не будет постоянно. Но если у вас есть интерес личность Бога, то это тоже серьезно. Можешь? В каких книгах или в каких возможных литературе найти вот такую табличку, такое описание, чтобы с другими людьми можно было поделиться, сослаться на источники. Кто хочет такую табличку? Ой-ой-ой. Это какие-то бумаги, я не знаю, встречались. У меня есть в компьютере эта табличка в электронном виде. И что нужно сделать? И что нужно сделать? На диск записать? А потом что? Потом распространение диски? На сайте будет? На сайте где-то есть. Сейчас не могу найти. Знаете, это Патита Павловна правда узнает. А описание там есть? Там есть короткие описания девчакры, табличка вся эта прям записана, вся здесь. И что это эта схема? У нас же организаторы в конце фестиваля будут раздавать детские материалы. Хорошо, ну давайте мы попробуем это сделать в конце фестиваля. Хорошо, я попытаюсь. У меня есть материал в компьютере пабличного дома. А где вы на сайте? На сайте? Сейчас не могу сказать, я здесь не знаю. Где-то? Где-то есть. Ну, наберите в компьютере чакры. Чакра йога. Сад Чакра Йога. Покопайтесь там. Я сейчас не помню, где точно это найти. Вы знаете Рузова? Это его материал. Чакра Йога. У него уже есть такой материал? Там есть схемы? Книжки есть. Книжки где продаются? Здесь есть книга? А, смотрели уже. Вот эта книга. Там есть схемы, Вот, видите? Нашли. Покажите, как выводите книжки. А нету кризиса? Посмотрите. Ну, так, иначе мы поговорим с организаторами. Возможно, мы что-то здесь для вас сделаем. Эту схему как-то представим. Хотя эту схему отдельно не представляют из материала. Но, тем не менее, что-то прослушали. Я думаю, это не будет нарушением правил особенно. Кроме этого, я хочу дополнить одну вещь. Не доверяйтесь лишним схемам. Это просто повод для разговора. В жизни всегда может быть какие-то гибкие вещи. Не будьте как бы жесткими, жесткими схематичными такими людьми. Это просто повод для разговора. Что тут есть система определенная, как бы, знаний, развитие, что ну, и репестование. Но в жизни нужно будет применять это. Все равно нужно руководство. По схеме вы не сможете прожить. Да. А если человек не прожил какие-то этапы, то значит, он сразу не вернется? Если человек не прожил какие-то этапы, означает, что он должен к ним вернуться. Это как бы несколько унизительно, как сказать. Например, мы приводили пример утра для эгитации, день для работы, для деятельности, вечер для общения. У вас разводятся три параллельные линии жизни. Это личная духовная жизнь, деятельность и взаимоотношения. Все развивается одновременно, гармонично. Но теперь представьте этот пример, что вы встраиваете слишком, вас слишком беспокоит день и карьера, вы пренебрегаете духовной практикой, вам некогда утром подняться, сил нет, нет времени, некогда пообщаться с друзьями, регулярно, с близкими людьми время провести в гармонии, в радости. Вы работа, 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 работа. Через 10-15 лет вы на самом деле действительно успех в своей работе. Если так, будете хорошо трудиться разумно, у вас будет деньги, капитал, недвижимость, вы сделаете какие-то планы в свое существительное. Но в вашем духовном отношении ставьте там, где вы забыли. И вам придется возвращаться тут обратно, это очень неприятно. Особенно, когда вы уже в каком-то положении высоком находитесь, знаете, как это сложно. Это как унижение. Что опять начинает А, Б, Б, Г. Духом на ногу изучать, да я уже, знаете, человек зрелый, какой опыт, успешный. Его просто достоинство не позволяет вернуться назад. Это очень трудно сделать, это большая проблема. Поэтому мы говорим, Боже мой, да вы же на уровне ребенка остались, вы все еще капризничаете и боитесь жизни. Вы богатые люди, вы смотрите, где вы находитесь, а думаете, что вы уже вот такие. И очень неловко это принимать. Оскорбительно, даже унизительно, что-то они так говорят. Поэтому, пожалуйста, развивайте все это время. Утром для медитации, день работы, вечером, каждый день нужно хорошее общение гармоничное, радостное. Не проводите это в барах, а радостное общение. Иожиданно будет всегда друзья, будет работа, будет личная, духовная жизнь тоже. Постепенно все будет хорошо. Прошу, пожалуйста. Я не могу сказать, что Выше в теле души и правом паталонам и дается любовь Богу. Выше в теле души и дается любовь Богу. А в простом паталонам и дается любовь кришне и герарминам. Да, верно. Верно, верно. Это отдельное дело, когда-нибудь это скажем. Когда-нибудь сейчас не хочу как-то говорить в этих отношениях о кришне. давайте слушать об адашной краткой кришне будем готовы к этому решаться все остальные вопросы. Вы на чакре поднимитесь вообще. Не важно что будет. Не важно. Вы можете продолжать хромать на одну ногу, если Вы больны, но это уже не важно. Вас не будет успокоиться. Вы будете в это тело все равно временно какие-то проблемы. Пять опять немножко уже. Все пройдет. то есть это сознание может очень высоко подняться. При этом свои гадости выполняет гораздо лучше, чем даже мусиалисты, которые заинтересованы. Понимаете, Какой пример? Послушайте. замуж женщина влюбляется на стороне. Случай это чувство очень сильное. И поскольку она боится перед мужем, она скрывает подлежье сердце, никому не говорит. И свои обязанности выполняет еще лучше, чтобы муж не заподозрил. Правда же? И ей трудно заделиться себе. Что-то среднее. Я думаю, когда вы погружены в любовь к Богу, вы прекрасно исполните свои обязанности. талантливы, с любовью все делайте. Вам это не трудно. Ваши вопросы. Можно женщине оказывается в члене длина в состоянии? Женщине становится в 42 лет. Женщине становится матерью всего мира. Мать мира. Вот ее совершенство. Вот ее божественное требование. Это тоже духовный учитель. Только он духовный отец духовный в этом качестве. Но суть то же самое. Это также сможет давать знания духовные различия. Духовные в смысле между мужчиной и женщиной различные существуют. Но она думает как мать материнская могучная энергия. Вы можете сопротивляться своей матери? Нет. Вы власти такой судьбы. Вы конечно можете сморить, ругаться, но все власти материнской энергии. Это невозможно. Это могущество материнской энергии. Матерезия, допустим, слышит такие примеры. Вот женщина становится могучной материной. Возраст создания семьи для мужчин и женщин одинаков? Нет. Девочки раньше лучше в эти замуж. Я сейчас не берусь это применять, что я скажу, но лидическая концепция для вас, что вы развиваетесь правильным образом. Девочка уже 8 лет примерно знает, кто будет ее мужчина старт в этом. Уже она не будет себя распылять, искать, тревожиться, беспокоиться. Она будет всего внутренней, могущественной. Уже 8, 7, 9 лет она уже знает, кто будет ее муж. А мужчина житель с 20 до 25 возраст перед логой перед. Время жениться. Девочка конечно может раньше. Когда они в этом возрасте уже знают, что муж и жена маленькая уже знают. Они уже служат друг другу. Она уже готовит для него. Уже отношения поймают с этим. И поэтому развод практически невозможен. Если вот так происходит с самого начала. Они даже вообще не думают такого слова. У них нет там, я делаю. И так же как смотри может выпустить. У них такого понятия вообще научат. это надуманно. Фотосмоголец именно жизни все испортил. Как у вас. Один из тех, кто революцию сделал. Любовь говорит. Вот эта плотская любовь есть о слове брак. говорит. Это материстическая точность зрения. Сейчас она применяется широко очень. Иногда мы даже не можем ее не применить потому что люди с ума своими. Это просто уступка. Но идея в любом. Воссоздать эти традиции постепенно в нашей семье и в наших летах снять могущественную династию. Вернуть могущество человека. Но не просто уступки, уступки уже слабые. Уступать его приводится все как ребенку. А сделать в силу. Поэтому не думайте что если вы кого-то влюбились то можете развестись бросить семью бросить детей и это хорошо. Конечно вы можете это сделать поскольку чувство сильное но это нехорошо. Это травма ваших супередов. Лексия. А женщина должна себя искать жизнь? Женщина должна искать жизнь. Да в прошлом вот в другие эпохи когда семьи были духовными так же муж не раз в духовном учителе не этого достаточно было. А сейчас нет сейчас женщина и мужчина должны быть духовными. Могут быть разные духовные учителя хотя это не очень удобно для их отношений когда они ругаются они ставятся как на свой духовный учителя и не примеряются канаде гуру это легче практично но это не запрещается иметь разные духовные впечатления наставники могут быть разные для женщин наставница женщина лучше всего близкие отношения наставник женщина для мужчины мужчина потому что если у женщины будет мужчина наставник она привяжется к нему если мужчина и женщина должны быть у вас наставник гору а гора видит что не очень как быть предположим у вас пять детей вы отправите на одесскую площадку с другими играть и думает ну все в порядке я тут пока плепусь потом приходит а много детей как как приходите что-то может есть они сами ходы вот мамы пришли вот все мамы уже слишком много нет так урлиться очень и даже полиция не слушает мамы пришли ну связь это видно сразу и вот учились сидит слушает понимает воспринимает сердце все так находим что трудно нет детей нет детей нет детей а это не важно это не важно есть именно свои биологические дети это помогает нам быть матерью понятно дело женщина имеет своего ребенка это помогает и сразу почувствовать деменскую природу естественно но если их нет это не важно потому что мы можем быть матерью для кого угодно об этом не род мы не не мы не не как это Настолько важно прилежать к какой-то организованной конфессии со всеми традициями, праздниками и прочим, да? Отталкивает формальная сторона, внешняя сторона. Давайте, вот смотрите, вот есть гуны, сейчас по гуну заговорили, страсть организации, страсть верный совершенно. Но есть три же гуны, невежество, страсть, добрый, верный, страсть посередине. И все зависит от того, с чем свяжется страсть, с невежеством или с добродетелем. Страсть – это активность, она необходима. Если связано с невежеством, вот это плохо, вот это будет отталкивать. То есть в невежестве, мы вовлекаемся в какую-то деятельность, мы не понимаем, зачем это, ничего, все эти ритуалы, все эти, фон. Но если свяжется страсть с доводетелю, это хорошее сочетание. Внешне это сильно важно. Ищите, где внешне соответствует внутреннюю. Не совершайте бессмысленные вещи всю жизнь, надеясь на какую-то удачу, нужно все осмыслить. Если вы носите вот такой путь, вы должны знать, зачем. Иначе зачем это все носить. Просто модно какое-то устроить. Вы должны знать, зачем это все. Великие личности в два раза быстрее проходят, в два, в три раза могут быстрее пройти этот цикл великие личности. И также есть люди, которые медленнее идут, застревают в страхе, скажем, как бы тянет страх долгое время за ними, или чувство долгое время за ними. Иногда нападают отпечаток на деловые отношения, на гармонию, на философию, на все. То есть бывает другое. Поэтому нужно руководство. От общения. От общения. Пожалуйста. 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 Сейчас сыну 10 лет. Мы начали разговор по духовности. В школе говорят немножко по-другому. Всего небольшое несоответствие слушать лавушку, учителей или папку. Как вот это вот все скармонизировано? Как сделать так, чтобы ему было легче прийти к институту? Ребенок в этом возрасте пойдет туда, кто с ним сдружится близко. Просто его пойдет самому. Не то, что ему предлагают. Тот, кто именно пойдет ответственность на его природу, на его внутреннее желание. И если в семье у всех свое мнение, скажем, у отца одно мнение, у матье другое мнение, у бабушки третье мнение, Ребенок, как правило, не принимает ни эту точку зрения. Он вводит свое мнение. Ну, из тех, что слышал, конечно же. Но у вас свое мнение как-то выглядит. Например, в моем случае. Мать христианка русская. Отец из Средней Азии, мусульманин. Ну, порождение. Никогда мне не говорили о Боге вообще. Ни священных писаний в доме, ничего. Ну, как жили, как атлетики. Ну, запретили тогда все это дело. Школы. Я, слава Богу, почти не слышал. Но у них разные традиции. Мать иногда говорила, о, мусульманин. Вот так вот. Просит и все. Не объясняет ничего. Ну, имею в виду характер, переброды и все остальное. Вот. А они когда-то иконы там поклонились бабушам по матери. Вот и все. Я и слышал о том, что из христианка мусульманинство. И смотрите, кто я теперь. Никто и другой. Никто и другой. У меня просто в первом виде не было. Но сейчас, когда говорят, я православный, ты должен быть православным. Или я кришный. Это должен быть кришной. Это проблема может быть. Когда мы пытаемся вот это. Не пытаемся. Нам нужно сейчас, как бы, ощутить семью Бога. Не самая двигательская сейчас важна. А как духотворение личности. Традиция, они призваны, чтобы обрести любовь к Богу, только для этой цели соблются традиции. И для самой традиции. Если это не приводит к любовью к Богу, она, в принципе, не нужна уже, к традиции. Это просто как украшение. Ну, атрибут одежды какой-то. И все. Как какая-то религия может быть. Искусство, церковь, мы рассматриваем, как произведение искусства, в армитаже можно сказать, вот это все. Там внутренний смысл должен быть всегда, а внутренний смысл — это любовь к Богу. Вот это нужно дальше. — Господи, я неправильно вылезу. То есть в школе говорят, что Бог вообще нет. Мы говорим, что Бог есть. — А, понятно. Ребенок пойдет за тем, кто более счастлив. Я скажу, что Бог есть, и он плач и скорбит, и мы опять не пойдем. Я знаете, как убегал от церкви в детстве? Там был какой-то праздник церковный в Георгии, где-то в Средней Азии там родился. И вот мы там где-то бегали в церковь, где-то пойдем посмотрим, что там там, какая-то музыка, поют, что там. Приближались, там такой скорбный был звук, колоколов этих голосов на рынке, плачка такой. И мы испугались, подходили, страшно подошли, там какие-то бабушки конфеты раздавали в это время. Нужно было конфеты. Дети там что-то сдавали. Ей бабка, она, как, погнать, ну… И я её тёрну, отдал, на колесетку уже никуда не подсказал. Что вы, я, да, перепугался, нашли все эти шаки, наверное, что я… Ну, она должна была сделать это как миссия. Ну, как долг, что-нибудь перед Богом? Раздать всё это, которое тебе священо, ключевой долг. И она гоналась за мной, говорю, я думаю, я не купю, я не купю. Но если вы пойёте, танцуете, дети туда придут, просто весь свои радости не придут туда. Это и следа. Вот в доме должна быть такая следа. И он, естественно, принимает и традицию, любая, которая даёт радость, счастье и осознание. Ну, и тут уже идёт, кто-то видит, кто-то думает в полчаса. Какой причёс, кто-то видит, что внутри ростов… Корида, нет. Всё, наш будет. Виждер. Спасибо большое.